Украина и Китай возобновили договор об обмене валютой. Новый трехлетний договор о валютном свапе подписан на 15 миллиардов юаней или 62 миллиардов гривен. Нацбанк Украины и Народный банк Китая в понедельник, 10 декабря, возобновили двусторонний договор о валютном свапе для валют юань-гривна еще на три года. Об этом говорится в сообщении на сайт Инбу. Максимальная сумма линии валютного свапа остается неизменной. На уровне 15 миллиардов юаней или 62 миллиардов гривен. Соответствующий договор подписали главан Буяков Смолея и глава Народного банка Китая Яган во время рабочего визита Смолея в Пекин. Китай – это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях. Договор будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству между нашими двумя странами, прокомментировал Смолей. В Нацбанке отметили, что подписанный договор является третьей подобной сделкой между Национальным банком Украины и Народным банком Китая в рамках постоянного, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между центральными банками. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свапиносумму до 54 миллиардов гривен и 15 миллиардов юаней истек в июне 2018 года. Ранее в Мининфраструктуры заявили, что вскоре через Украину будет запущен контейнерный поезд Евросоюз-Китай. Новости от Корреспондентнет в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова